В эфире программа Точки над И. Здравствуйте. На главных событиях недели, какими их увидели наши корреспонденты. Прямой вопрос, прямой ответ. Уже в привычном формате губернатор Николай Меркушкин пообщался с главными редакторами четырех ведущих телеканалов региона. Маленькая, но все же революция так и не иначе назвала новую концепцию земельной политики региона министр имущественных отношений Юлия Степнова. В чем заключается революция, расскажем в программе. Пошли на попятную. Скандал вокруг дела Виталия Панкратова получился громким. Причинение смерти по неосторожности или все-таки убийство судить не нам, но корреспонденты несколько раз пересмотрели скандальные кадры. К большому футболу большими шагами. На этой неделе ключевые вопросы подготовки к чемпионату мира 2018 губернатор Николай Меркушкин обсудил с Виталием Мутко. Затем уже делегация 63 региона представила министру спорта России обновленную заявку к Мундиалю. Она появилась в новой трактовке, в том числе и за решение о смене места строительства стадиона со стрелки рек Волги и Самары на территорию радиоцентра. В новой заявке прописаны все направления будущих работ. А потрудиться придется на славу. Причем во всех сферах. И спорта, и ЖКХ, благоустройство и, конечно, туризма. Об имидже и не только. Ольга Павловская. Уже известно, что на решение о переносе стадиона федеральные власти отреагировали положительно. Как и ранее говорилось, в Самаре появится буквально новый район. Возведут не только арену, но и построят всю сопутствующую инфраструктуру. Это тренировочные поля, гостиницы и парковые зоны. Вот эти 250 гектаров земли. Сейчас территорию передают из федеральной в областную собственность. Одним футболом здесь жить не будут. Появится как минимум еще 10 других спортивных объектов. Как и в Европе, не обойдется без велодорожек и лыжных трасс. Там появится дополнительное жилье. И жилье мы попытаемся, с учетом, что это будет земля в области, она будет в основном не коммерческая. Я имею в виду коммерческая, где кто-то будет зарабатывать деньги, а социальная. То есть для категории людей, для молодых семей по программам государственным, для, условно, может быть, учителей, врачей и так далее. Те категории людей в многодетной семье, которым государство, скажем, обязано помогать. Это не означает, что займутся в Самаре только территорией радиоцентра. Так, например, в стране все же не осталось. Стрелка рек Самары и Волги. Парковая зона на 18 гектарах. То есть рейшпорт перенесут. Вопрос не этого и не следующего года, но к чемпионату мира его решат. Историческая часть города тоже не забыта. Точнее, они и заставят вспомнить самарских чиновников. Приведут в порядок памятники архитектуры. Это то, о чем мечтали горожане уже десятилетия. Любое крупное событие – это, безусловно, влияние на стратегический путь развития города. Для Самары это сейчас одна из самых главных задач. Самара должна актуализировать стратегию развития, актуализировать генплан города. И чемпионат мира – это, безусловно, превосходнейший предлог для того, чтобы эту работу начать всерьез вести. Уже взялись всерьез. Время для отдыха нет. Чего только стоит вопрос дорог. Заявка регионального Минтранса одобрена на федеральном уровне. Новосадовый точно расширит, построит развязки, возьмутся и за Московское и Ракитовское шоссе. Пока речь идет о тех улицах, которые располагаются рядом со стадионом. При этом понятно, что в целом изменится весь регион. Это вопрос принципиальный. Как еще летом сказал губернатор Николай Меркушкин, на кон поставлено многое. Речь идет и о туристическом облике региона. Мы ведем работу по включению Самары, Самарской области в федеральную целевую программу развития внутреннего въездного туризма. И здесь большое количество территорий, которые мы планируем развивать именно с точки зрения туристического потенциала. Потому что мы хотим, чтобы люди, которые приедут на чемпионат мира, которые первый раз приедут, может быть, в Самарскую область, получили хорошее впечатление. Туристы – это огромные деньги. Буквально за их счет во многих странах создаются рабочие места, открываются новые предприятия. Не исключение может быть и Самара. Пока конкретики не особо много, но известно, что речь пойдет в том числе и о развитии территорий вокруг аэропорта Курумыч. Сейчас обсуждается открытие гольф-клуба и гоночной трассы мирового уровня. Чемпионат мира по футболу повлияет на спортивный имидж нашего города, губерния. Сегодня произойдет резкий скачок в понимании того, что действительно Самара, губерния Самарская, входит в число ведущих спортивных центров регионов страны. Для нас это будет маленькая олимпиада, такая в миниатюре футбольная олимпиада. И самое главное, что все вот эти спортивные объекты, новостройки, они потом останутся нам, горожанам. Это очень радостно. А как кто будет возводить объекты, не ясно. Не исключено, что этот вопрос решат на федеральном уровне. Возможно, будет единый заказчик и единый проектировщик. В Москве с этим определятся ближайшие два месяца. Футбол как повод жить по-новому. Чемпионат мира способен преобразить не только Самару, но и весь регион в целом. Платить, как модно сейчас говорить, за ребрендинг, то есть смену имиджа, будет не только государство, но и крупные бизнесмены. На грядущий большой праздник подарки получат все. Намерены прийти к мировым стандартам и в нефтехимической отрасли региона. Бензин стандарты Евро-5 предприятия области начнут выпускать с 2016 года. Об этом стало известно на этой неделе во время рабочей встречи губернатора Николая Меркушкина с председателем правления компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Обсуждали, как повысить эффективность работы дочерних предприятий нефтяного гиганта, говорили и о модернизации производств. Глава «Роснефти» отметил также, что холдинг рассматривает вариант своего участия в проекте компании «Санерс» в Новокуйбышевске. Напомню, там намерены создать предприятие по глубокой переработке нефти. Кстати, на этой же неделе проект поддержали и в Минэнерго России. Участие такого крупного игрока, как «Роснефть» здесь как нельзя кстати. Кусок, который в экономике, который имеет «Роснефть» огромен, и от наших взаимоотношений, от наших совместных действий и совместных планов будет зависеть в перспективе очень многое. Еще до встречи с Игорем Сечиным глава региона обозначил ключевые моменты развития нефтехимической отрасли перед руководителями крупнейших нефтеперерабатывающих заводов области. Кроме выпуска топлива стандарта Евро-5, речь шла и об утилизации попутного нефтяного газа, чтобы свести к минимуму дедовские методы сжигания. Особое внимание уделили производству битума. От его качества напрямую зависит качество строящихся магистралей. Здесь выясняется, что производят меньше, чем могут. Мощности по изготовлению современного битума на предприятиях региона загружены на 30%. Нефтяники ссылаются на отсутствие спроса. Подрядчики, которые строят дороги, предпочитают более дешевый продукт, а это не всегда в плюс к качеству. Что касается битумного производства, я бы хотел предложить следующее. Наверное, нам надо с Министерством транспорта, Сергей Александрович, собраться на Лакуевский завод. Мы, два производителя битум дорожных. И определить программу, какой нам битум нужен. И, исходя уже из этого, в регионе разработают инвестиционную программу. Также Николай Меркушкин призвал нефтяников решать не только производственные вопросы, но и не забывать о социальных программах. Накануне стало известно о крупной махинации с государственной землей. Следователи ГМВД России по Самарской области уже направили уголовное дело в суд. Статья «Мошенничество». 32-летний предприимчивый молодой человек, по версии следствия, оформил права собственности на землю на территории лесничества. Ему удалось перепродать 6 участков, незаконно обогатиться удалось на сумму более 8 миллионов рублей. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас готовятся иски о возвращении земельных участков в собственность государства. Аппетиты поменьше, но история также нехорошая. В сельском поселении Хорошенкое Красноярского района. Там мошенники присвоили 16 чужих участков. Сейчас делать мутные дела не так сложно. В земельном вопросе в регионе далеко не все прозрачно. Маленькой, но все же революцией министр имущественных отношений области Юлия Степнова назвала новую концепцию земельной политики региона. Она рассчитана до 2015 года. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. В Хорошеньком намеревались хорошо навариться. На земле. 16 участков в Красноярском районе вытянули на 6 уголовных дел. Закон о дачной амнистии пришелся кстати. Мошенники получали выписки из похозяйственной книги якобы на свои заветные гектары. Как позже выяснило следствие, этих хозяев здесь в глаза не видели. По версии следствия, подозреваемые по подложным документам незаконно оформили в свою собственность 16 земельных участков размером от 15 до 20 соток. Рыночная стоимость которых на момент совершения сделки составляла от 300 до 650 тысяч рублей. Так, для полноты картины, ранее в присвоении чужого был обвинен и теперь уже экс-глава села Хорошенко Владимир Семенов. Уголовное дело уже направлено в суд. Вообще махинации с землей, по словам правоохранителей, в своеобразном рейтинге преступлений на уверенных позициях. Я думаю, что данная проблема, она входит в десяток острых проблем в Самарской области. Судя по той информации, судя по тем материалам, которые у нас в производстве, таких дел немало и они очень сложные. И сложность в том, что определенный срок пропущен, определенные документы вступили в действие. И закон о добросовестном приобретателе здесь играет свою роль определенную, когда уже не собственником становится 3-4-5 человек. Получается клубок непростых земельных отношений. Распутать его можно, говорит министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова. В новой концепции земельной политики региона все сводится к прозрачности. Мутить воду в своих интересах будет проблематично, если все земельные ресурсы региона будут как на ладони, а сведения о каждом земельном участке в открытом доступе. На самом деле, велосипед давно изобретен. И, например, в той же Москве сейчас создана интерактивная карта города Москвы, как субъекта, которая содержит 200 слоев. Это сведения обо всех обременениях, красных линиях и так далее. То, для чего мы, то есть те сведения, те знания, которые мы можем сейчас в Москве получить одним нажатием клавиши, сейчас здесь у нас необходимо сделать запросы в 150 разных окон. Предположим, единое геопространство уже создано. Следующий шаг нужно определить хозяина земли, чтобы потом с него и спросить за эффективное и грамотное использование ресурса. Далее, для того, чтобы эффективно распоряжаться гектарами, создадут фонд земель области. Так, к примеру, у ряда предприятий есть участки, которые ими не используются. Условно, это абуза. Землю можно будет безвозмездно передать в собственность региона. По той же схеме в министерстве готовы действовать и в отношении федеральной земли. Но здесь есть перекосы. Ее кадастровая стоимость не всегда соответствует реальности. Когда мы говорим о выкупе, очень многих сегодня отпугивает, а многих напрягает арендная плата, связанная с очень высокой стоимостью кадастровой. Будет ли пересматриваться кадастровая стоимость земли? Это на федеральном уровне заказывается оценка, она проводится. Та методика, по которой проводится оценка, она несовершенна. Когда мы говорим о том, что у нас идет анализ сделок, проводимых в посткризисный период по разным муниципальным районам, мы получаем реальный перекос, когда у нас дешевые земли вдруг стали дорогими, а дорогие вдруг резко стали подешевле. Но, к сожалению, мы обязаны были принять эту стоимость, потому что закон не предполагает механизма непринятия. Рассмотрим на примере Сызрани. В городе федеральной земли много. В наследство остались территории бывших военных частей, военный городок, дома введения города передали, землю нет. Землей в гаражных, дачных массивах еще интереснее. Исходя из того, что здесь наша земля, а через дорогу земля федеральная, дачный участок, под землю выдаем в аренду. У нас одна цена, федеральная стоит в 10 раз дороже. Народ спрашивает, приходит, я живу в Сызрани, вы в конце концов мне объясните, ну какая разница, я вот тут в 5 метрах. Ну, сложно объяснить, понимаете, людям. Если посмотреть город Сызрани и наложить вот эти вот участки федеральной земли, то это будет просто вот как лоскутное одеяло. Ситуация сложилась исторически. Территории, которые в 90-е годы не были поставлены в регионах на кадастровый учет, перешли в федеральную собственность. То есть, налоги с этой земли идут, естественно, в бюджет страны. Но при этом, во-первых, собираются неэффективно, а во-вторых, было бы справедливо. Грубо говоря, чья земля географически, того и налог. Вернемся к Сызрани. По словам главы города, федеральной земли там порядка 1200 участков. И ежегодно местный бюджет теряет около 200 миллионов рублей, которые могли бы поступать туда в качестве налога. Есть упущенные возможности при использовании земли сельхозназначения. Николай Меркушкин поставил перед Миномуществом задачу максимально вовлечь ее в оборот. Преимущество выкупа этих земель будет за Самарской областью. Если вместо возделанных полей они будут превращаться в пустыри и не будут культивироваться на протяжении 3-5 лет, то их изымут. Что касается земли в городах, здесь тоже интересно. В Миномуществе планируют отказаться от точечной застройки в жилой и коммерческой сферах. Исключения могут быть, подчеркивает Юлия Степнова, но хаотично тыкать стеклянные высотки в историческом центре Самары как минимум неправильно. Цена не должна решать все. Миномуществе намерено уйти от практики проведения аукционов в пользу конкурсных процедур. Бывает, действуют по схеме. У кого больше денег выкупает или берет в аренду участок земли, а потом уже на своих условиях предлагает тому, кто реально в нем нуждался. Тут же вспоминают историю бронзовых газелей в Самаре. Когда компания, которая выиграла конкурс, требовала собственника скульптур арендную плату за клочок земли в 167 квадратных метров около 1 миллиона рублей в месяц. Теперь контролировать использование земли будет миномущество. Это мягкая, но все же революция, резюмирует Степнова. То, что будет колоссальное сопротивление со стороны разных лиц, и не только муниципалитетов, это тоже понятно. Мы с открытым заправом сюда пришли. Мы понимаем, что одна из стратегических и одна из важнейших задач, которые позвали меня в правительство, это вот оно. Для меня это дело честное. Что касается Самары, то полномочия по распоряжению землей городу вернут не раньше 2015 года. Еще по срокам. Окончательный пошаговый план внедрения новой земельной политики региона должен быть разработан до 1 марта. Сроки обозначил губернатор. Пошли на попятную. Скандал вокруг дела Виталия Панкратова получился весьма громким. Напомню, по версии следствия, молодой человек в магазине избил мужчину. Тот скончался на месте ЧП. Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». О какой неосторожности идет речь непонятно. На съемках камеры видеонаблюдения это больше напоминало какой-то жесткий поединок, где один буквально убивает второго. Ольга Павловская несколько раз пересмотрела скандальные кадры. Он говорит, что раскаялся, но покаянные глаза старается прятать. Виталий Панкратов, 23 года, дважды судим. В ту ночь на 14 июля, как признается подсудимый, он был пьян. Весь сыр-бор разгорелся как бы странно. Это не звучало из-за сушенной рыбы. Посетитель магазина сделал молодому человеку замечание, что тот не расплатился. Тогда Панкратов расплатился. Но иначе. Удар за ударом. Всего их было больше десяти. Мужчина упал, но даже это не остановило подсудимого. Он продолжил избивать. Честно говоря, эти кадры больше напоминают какой-то блокбастер. Но не может быть такой жестокости в жизни. Оказалось, может и вполне. Мужчина погиб на месте. Панкратов отправился гулять дальше. Вместе со своей девушкой и другом. Спустя несколько дней оперативники задержали компанию на даче. Позже в деле появилась формулировка. Явка с повинной. Это после того, как подозреваемого разыскивала практически вся полиция Самары. Ориентировки давали и региональные СМИ. Панкратов говорил, что и на самом деле собирался сдаться. Просто не в этот день. Хотел попозже. Попозже? А почему попозже? Ну, гуляться. Но главное на самом деле даже не в явке с повинной. Ее суд может не учесть. Вопрос в квалификации дела. Сначала статья звучала как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. А сейчас причинение смерти по неосторожности. Это совершенно разные наказания. В первом бы случае подозреваемому грозило до 15 лет решения свободы. А ныне до двух. Следствие производилось сотрудниками прокуратуры, которые пришли к выводу о том, что причинение смерти было по неосторожности. В медиапространстве поднялась такая шумиха, что дошло до Москвы. Следственный комитет России взял этот вопрос под контроль. Прокуратура вышла с предложением провести повторную экспертизу, чтобы все-таки установить причины смерти пострадавшего. И тогда уже говорить по существу. Подчеркиваю, что данное решение органами прокуратуры принято самостоятельно до публикации в средствах массовой информации и телевизионных передач. Эта позиция поддержана прокурором Самарской области. Фактически в настоящее время прокуроры суд вынуждены выполнять работу за следователя. Устранять допущенную неполноту. Очень много разговоров шло и на тему того, спортсмен ли Панкратов и, соответственно, знал ли, какой силой его удар. О занятиях боксом и рукопашным боем он рассказал после задержания пресс-службе областного главка. Сейчас это отрицает. Говорит, что просто иногда ходил в тренажерку и не ожидал, цитата, что мужики такие дохленькие. В суде подозреваемый извинился перед семьей погибшего. Но в слова раскаяния родственники уже, видимо, не поверили. Ему сказали, как говорится, чтобы смягчить свой приговор. То, что в нем, я не увидел ни в глазах, я специально посмотрел. Раскаяния там не было никакого. Ближайшие четыре месяца Панкратов проведет за решеткой. Решение продлить срок содержания под стражей до 19 апреля принял суд. За это время специалисты должны провести повторную экспертизу и, возможно, поставить точку в столь громком деле. Уходят и пропадают. Речь идет об известных в Самарской области бизнесменах. Так, 20 ноября исчез Максим Гудов. Ушел с работы и до сих пор не вернулся. Поясню, Максим Гудов – это руководитель около 30 компаний в сфере недвижимости. Подчиненный Алексея Шиповалова. О подвигах последнего в интернете достаточно информации. Это и елки около ЦУМа, и стадион Буревестник, и Самарский дом печати. Так вот, Гудова ищут уже больше недели. Скорее всего, предприниматель покинул работу на личной машине Митсубиси Паджеро. Государственный номер Олег 902 Харитон Николай. Она, как и он сам, тоже не найдена. Уголовное дело следовательно возбудили по статье «Убийство». По одной из версий, бизнесмен пропал с деньгами. Есть версии разные. Будет, наверное, некрасиво, неэтично. Вдруг с человеком беда, а я скажу, что он исчез, сбежал или в том плане. То есть не совсем этично. Но одна из версий, наверное, скорее всего, такая тоже существует. Мы обязаны ее отрабатывать. Но сумма фактов, насколько я знаю, сейчас вот где-то расписался, получил. Таких, насколько я знаю, наверное, нет. В общем, в любом случае Гудова не сладко. Если исчез с деньгами, то даже сложно представить встречу с Шаповаловым. А она, зная охватку олигарха, наверняка состоится. Если исчез без денег, то, опять же, можно только посочувствовать. Искать наверняка будут долго. Например, талятинского предпринимателя Александра Душкова найти не могут до сих пор. А он пропал еще в сентябре. Материалы по этому факту уже передали в отдел по особо важным делам в следственном управлении. Но ничего нового. Остается только надеяться, что бизнесмены живы, И силовики лучше рано, чем поздно, все-таки придут им на помощь. Неудобных вопросов не было уже в привычном формате. Прямой вопрос, прямой ответ. Губернатор Николай Меркушкин на этой неделе пообщался с главными редакторами четырех ведущих телеканалов региона. Полтора часа говорили, безусловно, о самых резонансных темах, о проблемах региона. Не упустили возможность спросить губернатора и о личном. Фрагменты интервью. Смотрим далее. Николай Иванович, тема ЖКХ очень остро стоит в Самарской области. И мне хотелось бы спросить. Вот смотрите, сейчас бюджетные вложения в сфере ЖКХ, они довольно велики. За счет чего вообще мы можем выйти из тупика, в котором сейчас находится система ЖКХ? Система ЖКХ, к сожалению, нашим общим, находится у нас в тяжелом положении. Многие вещи, которые должны были делаться 6, 7, 8 лет назад, многие вещи не делались. Когда началась модернизация жилищно-коммунального хозяйства, правительство федеральное определило программу, планы. Многие регионы активно реализовывали эту программу. Это, прежде всего, модернизация сетей. Это прибор учета на всех участках. Вот эта работа во многих регионах сделана. И, естественно, в итоге затраты снижаются там где на четверть, где там на треть. Установлены новые, скажем, виды энергоносителей, более эффективные. Ну, прежде всего, новые современные котельные на автоматике. У нас далеко еще не все котельные топятся газом. Это тоже большой минус. Вы сказали о том, что будете очень серьезно настаивать на том, чтобы область участвовала в различного рода федеральных программах. Какие именно программы? У Самары, ну, с точки зрения самодостаточности, кривая шла все последние 12-14 лет вниз. И очень сильно она, скажем, опустилась. То есть наш бюджет по той обеспеченности, какими мы были 11 лет назад, должен быть 250 миллиардов рублей. Мы 100 миллиардов не имеем. Вот, имея бы 250 миллиардов рублей, я бы тоже сейчас не призывал министров, других там, давайте активно будем участвовать в федеральных программах. Задача стояла только в одном, чтобы эти деньги эффективно использовались, чтобы они не разворовывались, не распиливались. У нас много теневой сейчас экономики. Николай Иванович, можно личный вопрос? Да. Как Вы относитесь к предательству? Умеете ли Вы прощать? К предательству я отношусь плохо очень. Что касается прощать, если это человек осознает, осмысленно, скажем, признает то, что случилось, и во многом может быть ошибочно, и, может быть, по какой-то там недоразумению иногда бывает, или непониманию общей ситуации, то, конечно, человека можно простить. Вопрос на достаточно щепетильную для самарцев тему. Очень много лет существовала область, и областной центр существовали в состоянии конфронтации. Сейчас на каком уровне взаимоотношения? Ну, взаимоотношения деловые, нормальные, личных каких-то там близких или неблизких отношений, особенно на этом этапе, быть не может. Многими вещами, которые делались, и, может быть, еще и сегодня делаются, я недоволен. Понятно, что есть вещи, которые в том числе и в Самаре, и в Тольятти, власть должна изменить. И в ЖКХ, и в благоустройстве, и по многим другим вопросам. В закупках, в том числе, в разных государственных, ну, муниципальных. Вот, ну, есть случаи, когда там, условно, цена бензина вместо там 26 или 25 рублей там закупается по 35, а в некоторых случаях там 75 рублей за литр. Ну, как я могу относиться к власти, да? Должен гладить по головке, каждый день хвалить. Мы должны сделать все, чтобы чиновники, люди, работающие во власти, поставили перед собой другую задачу. Или мы дальше будем сползать вниз, или мы это остановим и пойдем вверх. И это все будет зависеть от нас. Точки над «и» пока расставлены только в этих темах. Дальше – больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин